Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня я снимаю для вас, опять же, влог вечером. Мы идем с вами на день рождения к моим подписчикам, точнее, к своему дверному брату, но там есть девчонки, которые смотрят мои видео. И, честно, так приятно каждый раз, когда я вижу этих девочек. Они меня так обнимают, и я прям чувствую что-то родное. Это безумно приятно, я вам сегодня их обязательно всех покажу. Вот, а сейчас я сделала макияж, сейчас буду снимать для вас мукпанг. Опять мне захотелось, знаете, какой-то бомжовский мукпанг. Купил Биг Бон, только что сгонял в магазин. Сейчас организуем шаурму и сяду снимать. Всем белым людям на зависть! У вас уже есть отопление у нас, да, это очень круто, ребята. Ненавижу, когда дома холодно и вообще жутко и мерзлячко. У нас уже батареи теплые. А у вас пишите в комментариях. Вот такой вот Биг Бон Макс. Он очень вкусный. Здесь такая вот зелень, травка и соус. Это соус, он обалденный. Заливаем кипятком. Так пахнет, просто обалдеть. Накрываем. Как сказать, я так знаю, я рецепт снимаю, мама. Вдруг кто не знает, чтобы знать, как заваривать. А здесь шаурма. Правда, сразу видно, что ее готовила я. Уже все обгорело, но ничего, пойдет. Съем. Теперь нужно подумать, что же я надену на мупанк. Эта вещь должна быть, которую не жалко, если я ее заляпаю. В то же время не совсем выглядеть, как бомж. Очень сложный выбор. Давайте вот это вот напялим. Пялим. Почему нет? Старое в кадре смотрится хорошо. Единственное, темные вещи в кадре смотрятся плохо. А так яркие всегда классно. Короче, мои хорошие, купилась я такой органайзер. Быстренько сгоняла. У меня обычно, знаете, инструменты, вы, наверное, видели миллион раз. Все лежит у меня в коробке из-под обуви. Смотрится это очень некрасиво. Поэтому я решила все переместить вот сюда. Купила за 1 монат 50 копеек. Он еще вот так вот закрывается. А вот, кстати, и ценник. Очень удобно. Вот так вот все закрывается. Вообще сегодня хочу прикупить немного разных страз. Там, не знаю, наклеек для ногтей. Всяких штучек. Там пилки, не пилки. Все дела. Короче, все маникюрные инструменты и приспособления помещу сюда. Короче, вот так вот я все здесь разместила. Ну вот еще много чего надо разобрать. Я взяла свои вот эти вот стразы. Уменьшила, так скажем, пакет. Закрепила здесь такую вот наклеечку, чтобы все аккуратненько лежало. Есть бафики старые, старые кисти. Все это я решила выбросить, потому что просто занимает место. Гляньте, кто-то как переживает за свой маникюрчик? Да я не маникюр переживаю. У меня руки быстро портятся от гранатов. У мамы становятся руки, как у заправщика. Они у меня сразу чернеют. Вот как я начинаю почистить гранаты. Они черные-черные становятся. Какой сладкий гранат. Они очень хорошие. Сняла мукбанг, а сейчас сижу и монтирую видео для маминого канала. Все не так просто, да, мамочка? У тебя есть другие дела? Нет, мы с тобой сейчас будем монтаж твоих видео. Какая она радостная. Сразу гляньте. Мама очень радуется, когда мы начинаем монтировать ее видео, потому что ее видео занимают очень много времени. Они отнимают очень много времени. Минимум, минимум 3 часа одно видео. А свои видео я монтирую за полчаса. Поэтому не всегда руки доходят, но сейчас уже есть материал. И есть уже готовый текст. Вот так вот мы его сначала составляем. Если мама составляет текст, то мне не нравится что-то. Если я составляю маме, вообще кардинально ничего не нравится. Поэтому пришли к выводу, что мы вместе будем сидеть за компьютером, пить чай с шоколадками и составлять текст вместе. Так будет и для нее удобнее, и для меня. Вы видели мои тапочки? Богато-дорого. Олигарх. Так, в прошлый раз, когда Сирь ко мне пришла, вот что она мне принесла. Это все направляется в вклад со сладостями. Так, сюда. И возьмем что-то, с чем будем пить чай. Я же не знаю, с чем я хочу. Давайте вот эту, что ли, шоколадку. Она открытая, это просто закрыто. Берем. Ну все, шоколадка здесь. Чаечек здесь ароматный, с приправами. Или нет, с травами. И вот сейчас сядем и будем монтировать. Но, к сожалению, без мамы в этот раз, потому что она смотрит сериал. Не будем ее отвлекать. Составим как попало. Вместо разрежем, скажем, наливаем. Вместо кладем, скажем, измельчаем. Но вы пойметесь. Равно есть картинка, так что понятно все. Просто сразу закончилось две ручки. Кажется, что в них что-то осталось. На самом деле, они уже не пишут. А вот и третья. Я в школе столько не писала, сколько для Айкука. Так, я, короче, уже собираюсь на день рождения. Отобрала от своих сладостей вот столько всего. Какие-то сюрпризы и все дела. Это все детям. Вот. И основной подарок. Не знаю, показывать вам или нет. Потому что, наверное, многие уже видели. Я заказывала с турецкого сайта вот такую вот. Как сказать? Ну, кофту, наверное. Свитер, свитшот, худи, не знаю. Вот. Это для мальчика. У них у обоих день рождения в ноябре. Поэтому они как бы отмечают вместе. Точнее, даже не отмечают. Но я решила поздравить. Все равно дети, мне кажется, ждут этот праздник больше всего. Здесь вот такой вот интересный орнамент. Свитер я покупала как на себя. Потому что дочка у него носит один размер со мной. Очень приятный материал. Прям, знаете, хочется трогать. Прям вау. Ну, я уверена, что подойдет. Четверть рукава. Были разные цвета. Заказала вот этот вот. В общем, я там, наверное, снимать для вас не буду, скорее всего. Точно не знаю. Потому что они переехали на съемное жилье. И у них еще не все обставлено. Поэтому, наверное, не буду их показывать в таком свете. Дай бог, вот все будет хорошо. Купят свою квартиру. Тогда уже покажу вам. Да простит меня подписчица, которая мне отправила подарок в этом пакете. В этом же пакете я несу подарочек. Детям. Не нашла ничего другого. И идти тоже неохотом. Поэтому сделаем так. Надеюсь, что она не смотрит это мое видео. Вот, готова. Вы просто гляньте, кого я здесь нашла. Я уже на месте. И тут еще есть Соня. Котенок. Не знаю, я очень люблю кошек, конечно. Посмотрите, какая милота. Ну, просто прелесть. Прикиньте, вот так вот она сидит у меня на ручках. Я ее ставлю на пол, она обратно забирается ко мне и сидит прям спокойно-преспокойно. Вот у меня был кот, но он был прям бешеный. Ему вечно что-то надо, вечно что-то царапает, ломает. А это просто милота, нежнятина, девочка, Соня. Мама тут приготовила такую вкуснятину. Это нечто. Мама говорит, подождите, каши. Вот такая вот красота. Это пирог с ананасами. Я сидела, как умничка монтировала видео, да, маме? Да-да. Я много дел проделала сегодня. А уже время 20 минут первое. И пора вставать. И все, мам, с завтрашнего дня у нас с тобой режим. Во сколько мы встаем? Во сколько мы встаем? На 9. Вокур 9. В 6 встаем. То есть можно, в принципе, не спать. А уже все равно вставать. Вот я считаю, что нужно восстановить свой режим, вставать рано, ложиться рано и жить как нормально. Проблема в том, что мы не можем заснуть. А знаешь, почему мы не можем заснуть? Потому что мы поздно встаем. И получается замкнутый круг. Я вчера, наверное, в 3 заснула. Интернет дали. Мы сразу заходим. И смотрим разные видюшки в ютубчике. Мама вообще зависима от ютуба. А еще она зависима от... От вкусняшек. Сейчас вот хомячит половину вот этого вот. Ням-ням-ням. Так пахнет, мам. Можно было мукпанг снять. В общем, мама пахнет. Да, просто обалденно. Я, в общем, иду купаться. И потом спать. Так, берем всякие штучки. Соль. Ой. Соль для ванны. Ни разу не пробовала. Скраб. Это правда для лица. Я буду использовать для тела. И все вроде бы. Ангель для куша. Не знаю, что я вам забыла. Так, здесь у меня водичка. Кто знает, сколько соли нужно добавлять. Так, достаточно? Или надо больше? У меня со вкусом шоколада. Прям очень-очень приторно-сладкий аромат. Посмотрим, как это все будет сделано в теле. Что-то не растворяется. Я что-то не догоняю. Или как-то неправильно использую. А, растворяется. Только бы не уронить камеру в воду.